привет сегодня мы поиграем в игру под названием skinwalker hunt это симулятор охоты смешанный с хоррором все что я знаю об этой игре так выбираем разумеется русский язык зачем нам другой так если вы начали охоту более старой версии нет мы не начинали за это я сейчас сначала в настроечки посмотрим что они себя представляют а потом уже пойдем играть ничего особенного там нет ладно выбрать локацию есть три нам доступна пока что одна уровень сложности влияет на количество урона получаемого от врагов и других угроз чернобыльский лес украина вот на этой локации я поиграл другие а я думал три локации но на самом деле их 2 причем остальные находятся вообще в разработке ладно когда вы начинаете охоту расположение луты и большинства интерактивных объектов будет выбрано случайным образом большинство людей не верят в сверх и совсем отчаялись и наняли меня блин я надеюсь у меня все то что я читал не обрезалась потому что бандикам это программа которую делали говноеды так наняли меня чтобы я решил эту проблему скинуокеры обычно избегают прямых солнечных лучей поэтому я решил охотиться на него ночью к счастью у меня есть необходимая подготовка и оборудование чтобы справиться с этим вот эта скорость взять патроны меню действий можно медвежий капкан о здесь его здоровье отображается потом рюкзак еда костер какой-то татем позволяет тебе определить местоположение скинуокер и он может быть использован для сохранения игрового процесса блин но нет кто знал а у меня есть пистолет там какой-нибудь топорик вот есть и все и винтовка а карта вот наш карта а давай используем сразу тотем почему бы и нет и то есть я за свое здоровье ему его могу прокачать я не знаю может если я уйду а потом он здесь прибежит то у меня будет какое-то уведомление или тип того сейчас мне видимо надо бегать искать этого урода да вот у нас работает этот сканер получается воу а где здесь пусто блин вон там домик что ли какой-то стоит или что это такое бегает он очень быстро учитывая что у него в руках винтовка он вообще скоростной тип это видим какая-то свалка нормально так а я надеюсь ты первую пушку не скинешь старый двуствольный дробовик мощный двуствольный дробовик так как этот дробовик старый у него есть шанс осечки равны 15 процентов набор для очистки оружия может исправить это наличие двух стволов позволяет стрелку сделает два выстрела практически моментально нажмите кнопку 3 чтобы экипировать дробовик а стой погоди-ка секундочку все можно продолжать а здесь что-нибудь еще лежит да блин я каждый раз не то делаю могу ли я в автобус попасть я просто так не стреляю так для винтовки мне боеприпасы не нужны у меня их максимум вот это что еда непонятно сколько она здесь лежала у нашего героя это не волнует компас новая пометка добавлены на карту там у нас есть видим какая трава лечебная хотя возможно это трава расслабляющая не знаю не знаю ладно видимо все что здесь было интересного оно закончилось можно как раз сбегать на ту вонючую метку можно было бы сбегать к этому озеру но я не хочу там ставить тотем потому что вряд ли этот чудик может бегать по воде он же не какой-то там иисус поэтому ставить там тотем будет бессмысленно немного мы вернулись туда с чего начали ничего он где-то орет что это стой на какую цифру ах ты крыса долбанный медведь беги нет мы его сейчас потеряем мы его потеряли так ладно но медведю я же в лобешник прямо попал новая пометка что это ты вы погибли если тебе тяжело справиться с животными кинь такой дебилизм и чё я должен сначала начинать вы чё стебетесь у меня ведь все так хорошо шло давай ставим сразу тотем здесь блин и пушки у меня нет правильно что у меня в рюкзаке вообще мои заметки на территории которая подверглась влиянию блин скин уокера большинство животных становятся враждебными и начинает представлять серьезную угрозу только собаки не поддаются негативному влиянию скин уокера более того собаки могут привести к нему еще одна серьезная угроза которая могу встретить это враждебный оккультист которые боготворят скин уокера мне кажется они уже не совсем люди а я же могу капканы ставить только я вообще без понятия как это делать нужно же какая-то наживка наверно нет мне писали в советах что каждый раз блин почему я не могу с картой бегать что каждый раз лут распределяется по-разному поэтому нет смысла опять-таки бежать на ту свалку в первую очередь чтобы найти дробовик ружье ружья мы тогда нашли ружьем нет смысла туда бежать здесь мы обнаружили домик а здесь эти уроды да где-то а что ты записал то жалко нет каких-нибудь скиллов которые можно было бы прокачивать вот он стоять крыса ничего си он скоростной ты что дуралей и где он а он где-то здесь тотем оповещает об этом но ненадолго он наверное здесь да ну да он свалил он слишком быстро ладно я хотел дом найти но дома что-то нет это очень долго то есть я ему совсем чуть-чуть вынес сколько раз я в него должен попасть на миллион раз двадцать если двадцать раз стоит можно с ума сойти надо было попытаться пальнуть вдогонку почему-то я не стал это делать надо было просто пальнуть и все он там внизу он у кого-то убил давай быстрее вырезали мясо а может это поможет для нашей ловушки как это работает где мясо так как наживка для медвежьих капканов ну вот короче бежим куда-нибудь туда хочу поставить тотем поставить капкан уложить туда мясо и все мы будем готовы я боеприпасы то не взял пять штук да тот ящик бездонный наверное получается и непонятно как бегает этот баклан что за растение я понять не могу не вдупляю может оно валяется может я могу с чем-то повзаимодействовать он сделал себе какую-то пометку но плодов это никаких не дало ладно давай разместим здесь второй тотем тадам потом медвежий капкан медвежья ловушка не привлечет скинокера пока вы находитесь в радиусе ее привлекательности главное чтобы он урон получил вот и все ого какой радиус ничего себе прям как у тотема там у нас что какой-то крутой домик погнали туда сбегаем почему бы и нет только я без понятия капкан типа его просто ловит и оглушает на какое-то время или же капкан наносит урон если наносит урон то это здорово да блин ты болван жесть дурачок а как мне его вылечить то подскочил на ровном месте молодец какой да блин как этот долбанный фонарик то вырубить где мне найти ружье новая пометка вот это непонятно что типа вот это я могу сломать да а я сам могу наступить на капкан можно прогуляться кстати к озеру хочу на вторую карту на украину со временем максимальный уровень выносливости будет восстановлен а почему он у меня понизился то из-за того что мы ушатались или из-за того что я много бегал а он чё вылечился или нет он давай где-нибудь вот здесь сейчас разместим еще один тотем о вот эту штуку мы можем поломать мы ломаем их тотемы ставим свои тотемы о мали о но приближается что оно что это такое где он где это оно а он может мои тотемы ломать капканов больше нет ну вот это я как раз и видел мы нашли еду присутствие он где-то здесь я один раз попал да ладно давай отхилимся это нам не помешает потом хана почему он меня так ненавидит почему он внезапно решил на меня нападать и главное у нас ружья нет так бы я засадил в него сразу два раза а так приходит по выстрелу делать да где ты он вон там я надеюсь он пошел к капкану ладно давай поднимемся повыше и подставим тупой тотем сколько хилит аптечка полное здоровье жаль нельзя устанавливать камеры или тип того весь смысл игры заключается в том что мы должны носиться по лесу и по чуть-чуть отстреливать этого урода все это достаточно странно может затянуться на долгие часы что в принципе уже и происходит что это аптечка и мясо я не знаю давай используем аптечку там мы уже были нет не были я его вообще не выслеживаю по сути я просто жду пока он нападет сам на меня отличная тактика он еще ни один капкан мне не обезвредил не наступил поэтому можно смело утверждать что капканы бесполезные еще трава дайте мне ружье где я могу его найти там где-то собака почему у этого урода нет своего гнезда типа этот чувак сказал а где собаки этот чувак сказал то что вот этот чудик выходит только ночью он боится света что это такое отсюда можно сделать вывод что этот говнюк должен днем где-то спать правильно поэтому логичнее было бы как раз таки выслеживать его днем искать какие-нибудь следы найти его гнездо заложить туда взрывчатки и просто его загасить или начать расстреливать его в его же пещере если бы он например выбежал наружу солнечные лучи бы его добили а куда исчезла псина то есть если я нахожу след то я нахожу вот этого урода да мне сразу дают метку эй ты петух да боже да не он видимо где-то далеко еще и собаку украли в результате мы идем назад ну хоть боеприпасы возьмем где-то полван где-то волк это бревно я уже чуть было в него не выстрелил давай бежим я не знаю побегу еще минут пять и наверное мы на этом остановимся в этом домике я был не был вот где тебе надо запереться в туалете и просто ждать подходящего момента да боже каждый раз когда я сюда захожу на меня нападает какая-то крыса зачем мне ломать эти тотемы кто-нибудь вообще объяснит что это дает типа почему он взял только винтовку без пистолета без как раз таки какого-нибудь дробовика кто там у меня быкует потому что вот этот уродец он бежит на нас порой так же как и многие животные а вот эта снайперская винтовка она ведь на большие дистанции рассчитана а не на ближний бой поэтому логики вообще никакой взял бы автомат и все и убил бы его одной очередью оно приближается то есть если я ломаю тотем это его заставляет нападать или что у него жопа сразу горит да блин попади зашибись ну все он убежал в общем то ладно вот такая вот игра думаю каждый сам сделает для себя какие-то определенные выводы если совсем уж нечем заняться то можно в этой игре немножечко побегать ну а так можно сказать что она достаточно однообразная то есть лута здесь не особо много каких-то штук с которыми тоже можно повзаимодействовать достаточно мало в основном приходится бегать и заниматься какой-то ерундой такие вот дела ладно как бы там ни было игру мы заценили поэтому пока 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 пока